На улице стало заметно холоднее и поэтому большая часть ярмарки переехала в теплое, отапливаемое помещение. Но остается неизменным одно – богатый выбор предлагаемой продукции. Предлагаем белорусские продукты, работаем непосредственно от мясокомбината Гродненского, Молодечинского, Брестского и предлагаем продукты напрямую с маленькой накруткой, только из охлажденного мяса. Продавцам можно особо и не рекламировать свой товар. Каждый кусочек выглядит для того аппетитно, что хочется купить и то, и другое. Напротив – фрукты и овощи. Радушная хозяйка охотно скидывает цены, если покупатель берет много. Проходя по рядам, замечаем как давно знакомых продавцов, так и тех, кто впервые приехал. Вот, например, два бравых нижегородца, представляющих довольно известную кузницу Назарова. Ножи привлекают к себе твердостью стали и легким ощущением опасности. И хозяйкам на кухню, и в поход, как говорится. Имеет твердость 61 единицу. Не сломается? Гибкость такую имеет. Ну, за счет пересечения слоев, здесь несколько материалов, 4 металла в пакете, 800 слоев идет. За счет этого, ну, имеет такую вот гибкость. На ярмарке людно. Одни присматриваются, другие покупают подарки. К Новому году и не только. У меня юбилей скоро будет, поэтому решила себе сделать подарок. Я уже давно искала бирюзу, вот именно бирюза мне нужна. На самом деле, я думала, что вот все это, это оформление торговой точки. Но, как оказалось, это тоже продается. Вот, например, вот такой замечательный светильник, я думаю, будет украшением любой квартиры. Не меньше покупателей и на улице. Ведновчане давно знают традиционный ассортимент. Часто приходят за конкретными товарами. Детям подарки, себе подарки, что бабновки себе какие-нибудь. Ворог свой по дворе, рыба здесь очень хорошая, свежая. То есть вы уже здесь свой покупатель? А мы всегда ходим на каждую. Заодно гуляем, заодно гуляем. Ну, вот курочки, смотрите, какое свежее. Сало, вот сейчас купила сало, все домашнее. Фермеры из Курской области привезли птицу. Любителям хорошего мяса и тем, кто на новогодний стол любит подавать, например, утку в яблоках, стоит заглянуть сюда. Птица выращена на подворье. Она с волей. То есть она гуляла по нас, по лагам, по лесам. У нас большая разновидность птицы на столе. Индюк диетический. Петухи есть у нас домашние. У нас кролик домашний. Утка есть простая. Хорошая есть. Классная гусь. Вот можете его даже показать. Ну и, конечно, текстиль, большой выбор зимней одежды для взрослых и детей, посуда и много чего еще. Лучше самим прийти, посмотреть, потрогать и купить. С ярмарки просто невозможно уйти с пустыми руками. Поэтому я успела и поработать, и прикупить к своему столу. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Увидное ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok